здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас самая простая манишка мне самой понадобилась срочно манишка и вот мы с вами ее вяжем пряжа у меня распущенная признаюсь из моего жилета я что-то его связала и не носила поэтому это альпина альпака от ярнарт вот метраж там 120 метров 150 граммах то где-то 80 метров 100 граммах ну я бы вам сказала ориентировочно на 100 метров 100 граммах но это не принципиально может быть больше меньше у меня будет дан один размер ну и коррекции вы поймете я вам сейчас объясню то есть она очень очень простая вот и очень быстрая буквально за пару часов за вечер за час нужно ее связать когда нужно быстренько точно так же как мне сейчас утеплиться значит начинаем мы одинаково какая бы пряжа об кстати спицы у меня четыре с половиной миллиметра я набираю 3 петли вязать буду пышной резинкой вот сначала это поворотные ряды а далее это будут круговые ряды значит первый ряд провязываем первую петлю я снимаю одну петлю провязываю лицевой одну изнаночная можно взять еще толще спицы так далее поворачиваем делаем дополнительную петлю и при провязываем лицевую на ряд ниже не классическую лицевую а наряд ниже то есть всегда у нас будет провязываться на лицевая на ряд ниже изнаночная классическая лицевая вот это вот это наборный край просто лицевая снова поворачиваемся вяжем по узору здесь у нас изнаночную изнаночную правило а следить делаем дополнительную петлю добавляем изнаночная далее вяжем по узору если это лицевая то наряд ниже изнаночную провязываем следующая у нас лицевая это кромочная поэтому ее сейчас просто лицевой провязываем поворачиваемся снова делаем воздушную дополнительную петлю и вяжем по узору изнаночную лицевую на ряд ниже изнаночная лицевая на ряд ниже то есть наша пышная резинка и кромочная и изнаночная поворачиваемся то есть в каждом ряду у нас добавляется одна петля здесь у первая лицевая изнаночную провязываем каждый ряд мы добавляем по одной петле добавляем далее по узору изнаночную мы провязываем изнаночная лицевую провязываем на ряд ниже то есть дырочку предыдущего ряда и таким образом мы вяжем вот такой вот треугольник который у нас с каждым рядом расширяется на одну петлю вот стороны он расширяется продолжаем и вот таким вот образом вы вяжете набирая в каждом ряду ровно столько сколько вам нужно для окружности шеи то есть у вас либо может быть размер больше меньше либо может быть детская взрослая либо может быть другая пряжа количество петель может быть какое угодно вы меряйте на свою шею у меня это 50 сантиметров и у меня это там 50 петель то есть у меня моя плотность составляет 50 петель 50 сантиметров то есть то есть в одном сантиметре одна петля и теперь вот когда вы достигли той ширины которую вы хотите для чтобы было было у вас горловина вы замыкаете это все вязание в кольцу при этом мы сразу цепляем маркер потому что мы будем вязать круговыми рядами и вот сейчас смотрите замыкаем это все дело в кольцо цепляем маркер и вяжем по узору здесь у меня лицевая я пока ее провязываю а изнаночную провязываю вот обычным способом потому что тут некуда пока зацепить изнаночную провязываю а изнаночную провязываю на ряд ниже то есть это мы сейчас должны были вязать изнаночный второй ряд лицевую вяжем просто изнаночную на ряд ниже сейчас я вам подробнее покажу лицевая обычная петля изнаночная смотрите вот в эту дырочку на ряд ниже изнаночная и то есть наша пышная резинка но в круговую сейчас вот начиная с этого ряда видите мы уже на ряд ниже вяжем не лицевую петлю а изнаночную мы будем вязать эту пышную резинку по кругу один ряд изнаночную мы провязываем на ряд ниже один ряд лицевую то есть будем по одному ряду чередовать чтобы у нас была двухсторонняя пышная резинка и вяжем на высоту нашего как бы воротника столько сколько нам нужно так и вот эту петлю первый раз я провязываю просто изнаночной переснимаем маркер это значит ряд у меня закончился начинается следующий и здесь я уже вижу лицевую петлю на ряд ниже а изнаночную провязываю просто так то есть поменяла я теперь я провязываю один ряд лицевую на ряд ниже изнаночную обычным способом и так до конца ряда далее следующий ряд снова будет изнаночная у нас на ряд ниже таким образом я вижу в круговую пышная резинка и так вверх мы вяжем раз настолько сколько вы хотите да это может быть большой воротник высокий глубокий в моем случае это чтобы ориентировать на понимали 25 сантиметров высоту вашем случае это может быть по-другому то есть вы можете ориентироваться сейчас в этом состоянии вы легко можете померить вплоть до 1 сантиметра померить и на себя вам потому что это все подгоняется на себя у меня это 25 сантиметров я сейчас довяжу ряд сюда до конца и будем закрывать петельки эластичным способом при помощи крючка так вот я довязала до конца круга ну то есть ряда и закрытие петель сейчас откручу закрытие петель при помощи крючка значит провязываем первую петлю я крючком это делаем провязывая вторую петлю возвращаю обе петли на спицу и провязываю вместе далее можно не возвращать если это крючком да значит изнаночную изнаночной лицевую лицевой как бы провязываем а изнаночную изнаночная но при помощи крючка только потом мы провязываем две петли вместе и получится вот такой вот эластичный способ и и и и и и и и и так и в конце я еще вот так вот в первую петлю делаю петелечку и потом обрезаю далее разбираю на волокна чтобы сделать такой нежный край и продеть его так как у нас будет отворот продеваем мы как бы сейчас по лицу эту ниточку и она у нас спрячется в отвороте так все мои хорошие вот теперь отвернули и вот такой вот снудик у нас получается очень тепленький который вы можете под себя бы подстроить приспособить на ваш размер очень просто и быстро что самое важное в нашей ситуации а вот еще у меня здесь вот вот эта ниточка я ее продеваю вот такое вот у меня было видео здесь от уже он так вот возьму чуть-чуть эту ниточку чтобы на нет сошла вот от вас просьба лайк комментарии поделиться я думаю это видео очень полезным будет для новичков кому надо простенько быстренько и без сложных расчетов что очень важно тут вы все меряете на себя и начинайте с трех петель всегда и все он вас всегда сядет и впишется туда куда вам нужно куда вы задумали все девчонки я с вами прощаюсь на сегодня все с вами была дикой школа рукоделия всем пока пока вот еще вам показываем а манекене вот благодаря этому узору и добавлению петель смотрите она прекрасно ложится нигде не тянет решила вам показать и как раз хорошо выглядит и просто вяжется да скажем так видите все прекрасно вот здесь вот у нас ложится и нигде ничего не тянет смотрите издалека все отлично при том что у меня она получилась объемная прям такая как снуд а вы же можете связать горлышку это зависит от пряжи и вот размер который вы вяжете вот она сегодня все я еще с вами прощаюсь с вами была века школа рукоделия всем пока пока